Новость пришла сегодня. Пенсионные отчисления полицейских и пожарных Калифорний вложены в российские гособлигации. Это выяснили журналисты того же агентства Bloomberg, как утверждает издание штат Калифорния. Вообще один из крупнейших инвесторов в российскую экономику занимает десятую строчку в списке основных держателей гособлигаций. В общей сложности пенсионный фонд из Калифорнии инвестировал 460 миллионов долларов в российский госдолг. Трейдеры считают гособлигации ценным вложением. Интересно, что именно запрет на покупку российских гособлигаций последние несколько месяцев обсуждается в качестве основного пункта нового пакета антироссийских санкций. И вот у меня вопрос Константину Сонину. Константин Блумберг подает эту новость, как, знаете, санкции с санкциями, а бизнес и вложения своим чередом. Вот можно это так трактовать? Ну, можно это так трактовать. Но надо понимать, что вот этот пенсионный фонд, про который написал Блумберг, который управляет всеми пенсионными сборежениями сотрудников государственных организаций Калифорнии, он управляет фондом в 360 миллиардов долларов. То есть для них 460 миллионов – это чуть больше 0,1% всех вложений. То есть я не уверен, что они даже об этом думают, просто когда у вас есть такая огромная сумма, которую нужно управлять, вам нужно максимально диверсифицировать свои риски. И среди огромного количества активов, которые такой фонд держит, конечно, должны быть и долговые обязательства крупных стран. То есть я в этом вообще, можно сказать, никакой истории не вижу. Но у них вложено чуть-чуть. Это чуть-чуть – это огромная по российским меркам сумма. Но я не думаю, что они, делая это, принимая это решение, они как-то даже вкладывают, они как-то размышляют о том, нужно нам в Россию вкладывать или нет, что там в России происходит. Я подозреваю, у них просто есть коэффициент для всех рынков, типа Турции, Бразилии, ЮАР. И Россия в списке тоже есть. Ну, Россия в списке этих стран. Соответственно, индекс меняется, они там чуть-чуть понизят долю. Если наложат запрет, ну, конечно, 460 миллионов придется распределить по бразильскому, аргентинскому, южноафриканскому долгу, который ненамного надежнее, чем российский государственный долг. – Что ж, большое спасибо, Константин Сонин, экономист-политолог из Чикаго, профессор Чикагоского университета. Благодарю вас за ваше время и участие в эфире. – Спасибо. – Ну, а в студии у нас эксперт в области страхования, сотрудник одной из крупнейших американских страховых компаний, Леонид Копейкин. Леонид, здравствуйте. – Здравствуйте. – Ну что, как работает эта система страховых пенсионных отчислений, что ли, да? Вот сейчас мы говорили об этой компании калифорнийской. Это сознательное решение большое для компании? Или это какое-то, знаете, такое рутинное распределение средств по разным компаниям и разным странам? – В принципе, я думаю, что можно продолжить логику господина Сонина, когда он говорил о том, что является большим вложением и что является небольшим вложением. Конечно, на фоне 460 миллиардов, 460 миллионов – это не так много. Но если речь идет о деньгах конкретного человека, который вкладывает деньги в какую-то инвестиционную или в группу инвестиционных пакетов, где задействованы именно эти акции, то его, скажем так, итог, он может оказаться печальным по разным причинам. Дело в том, что как раз вопрос, который вы задали, как вкладываются, значит, пенсионный фонд, скажем так, есть громадная компания. Скажем, вот в Нью-Йорке это компания Fidelity, которая работает с большими компаниями и пенсионные фонды этих компаний как бы идут через нее. Компания предлагает целый ряд инвестиционных пакетов, как мы уже говорили, значит, это будут такие нерискованные пакеты абсолютно, пакеты средней степени рискованные, пакеты рискованные. В тех или иных пакетах могут участвовать, скажем так, акции BRICS. То есть вы идете на зарубежный рынок, значит, вам говорят, окей, значит, тут будут вот такие-то вещи, тут будет там нефть, тут будет что-то еще, и есть вот, значит, группа стран BRICS, да, это как раз Бразилия, Россия, Китай, Индия, там, S, я забыл, что это такое, но неважно. То есть... Вы меня сейчас поймали тоже. Я вот, да, я... Южная Африка, спасибо редактору, спасибо Денис Малинин. Да, South Africa. Замечательно. Вот это как раз именно те страны, о которых сейчас говорил господин Сонин. То есть почему туда, почему этот пакет? Потому что на протяжении последних лет весь этот пакет в общем показывал положительный рост. За счет Китая в основном, я так понимаю. За счет Китая, за счет Индии. Так, значит, если динамика меняется, она уходит в отрицательную, так сказать, сторону, то, во-первых, есть два пути решения этого вопроса. То есть сам человек, если он вообще заинтересован в том, чтобы получить что-то от денег, которые он вкладывает, то, что вкладываем мы же не просто так, мы вкладываем эти деньги для того, чтобы они работали, чтобы вложив, скажем так, 100 тысяч долларов, получить на выходе, ну, 130, 140. Это будет неплохой результат, а чем больше, тем лучше. И если вместо этих денег ты получаешь либо ноль, то есть у тебя даже как бы инфляционная составляющая не компенсируется так, и уж тем более ты не получаешь никакого роста, то тот человек, который, скажем так, контролирует свои вложения, он может либо самостоятельно, либо с помощью консультанта сказать, знаешь, давай поменяем пакет. То есть я хочу вот от этого отказаться, а вот это я хочу взять. Я вас поняла, у меня просто, может быть, дилетантский вопрос, но вот те самые пожарные или те самые полицейские, или участие, они принимают участие в определении, куда эти деньги, их пенсионные накопления будут вкладываться? Вот это дело такое, это зависит как бы от, опять-таки, от конкретного человека. То есть если я глубоко хочу влезть в проблему, то я буду копаться с консультантом, который мне будет говорить, нет, ты мне покажи все, что составляет этот пакет. Я, например, из тех, кто доверяет нанятому консультанту. Тогда, по крайней мере, вы попросите статистику работы вот именно этого фонда, куда вы вкладываете за последние, ну, скажем, 3-5 лет, чтобы видеть вообще, что вам ждать. Там, ну, хотя бы 3% будет. Ну, вот рискованный рынок России, вот страны БРИКС вы назвали, да, это риск? В целом, если брать, скажем так, индекс БРИКС как единого целого, то, вероятно, там будет положительная динамика, но, опять-таки, за счет Китая и Индии, возможно. Вряд ли за счет Бразилии сейчас, хотя она показывала в свое время хорошие очень, так сказать, показатели роста. Да, сейчас там не очень. Саус-Африка, я вообще удивляюсь, как она туда попала. Ну, скорее всего, алмазы, я думаю так. Значит, Россия сейчас, да, в условиях работы санкций, конечно, это рынок очень такой... Рисковый. Нестабильный, да. И поэтому, скажем так, будь я на месте этого человека, и если бы я обнаружил, что там присутствуют мои деньги, я бы постарался либо самостоятельно, то есть позвонив консультанту, и сказав, так, пожалуйста, давай-ка мы сделаем видоизменения и уберем эти деньги оттуда, либо, ну, скажем так, я попросил бы сделать это консультанта, то есть, или ту компанию, которая управляет моими деньгами, и, так сказать, предпринял бы какие-то акции. Но, Леонид, ведь чем выше риск, тем выше доход, нет? Значит, есть пожарник в возрасте 25 лет, и есть пожарник в возрасте 40 лет, которому там 5 лет до пенсии. Ну, давайте 50. 50 уже нет. А, 50 уже нет. Это уже человек, который не принимает участие в тушении пожаров, понимаете? Это человек, который сидит в кабинете и дает команду машине поехать куда-то. Той профессии, которая рано предполагает. Абсолютно. И они, их жизнь вообще, это риск. Я знаком с ними. Так случилось по судьбе, что я был знаком с американскими пожарниками. И я хочу сказать, что это очень интересные ребята. Они, по крайней мере, здесь, в Нью-Йорке, я имею в виду, это ребята, которые жизнь свою готовы положить. Но так же рискованно они ведут себя в вложения здесь? Вовсе абсолютно нет. Это компенсация. Они знают, чем они рискуют, и поэтому здесь ребята, которых я знал, это молодые ребята в возрасте до 30 лет, чуть старше 30 лет. Они достаточно серьезно относятся к своей финансовой политике, к своей собственной финансовой политике, потому что они хотят умереть, во-первых, на пожаре. Это первое. Это нормально. Не хотят. Они хотят остаться в живых. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться теми льготами и теми деньгами, которые они заработают в разных вариантах, в том числе и в вариантах пенсионного плана. Но вот нам Константин сказал, что это капля в море, на самом деле, огромных денег, которые есть у компаний, распределяющих средства. Это среди температуры по больнице, Катя. Да. Но на самом деле, просто чтобы сделать какое-то резюме из нашей беседы, хочется понять, считаете ли вы, что с учетом всех санкционных войн и так далее, и так далее, такие большие компании, корпорации, как Калифорнийская, вот эта упомянутая нами фирма, они будут уводить в перспективе свои средства из таких стран, как Россия? Я думаю, что да. Да? Я думаю, что да. Потому что, понимаете... Вы бы посоветовали уводить деньги? Значит, я не могу никому ничего советовать. Я могу только сказать, что после вот этой передачи я проверю свой пакет, который у меня работает, и я посмотрю, какая доля моих вложений сидит в странах БРИКС. И вот тогда, в зависимости от того, что мне скажет мой консультант, я буду действовать, потому что если там, как говорится, не о чем говорить, то пусть оно о себе остается, потому что, опять-таки, БРИКС общий может дать пусть 2%, пусть 3%, но плюс. Но если за счет рисков, которые приходят из составляющих БРИКСа, общий индекс падает, надо убирать деньги. Большое спасибо, Леня. То есть, как бы, риск все-таки дает большие деньги. Ну, а как же? Вы понимаете... Да, но это вам решать, да? Если послушать наших консультантов, предположим, они вам скажут, что какая-то публикация, которая, может быть, даже не имеет прямого отношения к экономике, но затрагивает страну акций, которые активно, как сказать, работают на бирже, оно обрушает индекс Dow Jones, предположим, или индекс NASDAQ на сколько там процентов. Понимаете, как это связать? Оно впрямую не работает, а косвенно влияет на все. Для того нам и консультанты, ну, собственно, да. Вот Леонид Копейкин нам предлагает, тем, собственно, людям, которые вкладывают свои средства в пенсионный фонд, проверить, куда же ваши деньги, господа, идут. В Америке действительно именно так и происходит. Мы об этом несколько раз говорили в эфире, что часто человек, работающий в той или иной компании, даже не знает, во что его фирма вкладывает пенсионные накопления. Это, конечно, риск. Безусловно. Большое спасибо, Леонид Копейкин. Пожалуйста. Представитель одной из самых крупных страховых компаний Соединенных Штатов. Всегда интересно с вами. Спасибо. Взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова